Привет, друзья! Ну, вот Достоевский говорил, красота спасёт мир, я говорю, доброта спасёт мир. Вот жду Нодара Беридзе, поставил эту картину, он же у нас велогонщик, он же несёт доброту по миру, добро по миру, он соединяет народы. Ну, по земному шару, у него же много там этих велопробегов, веломарафон такой. Придёт Нодар, а я как раз немножко вот её доделываю, картину, как раз вот сейчас мы коллективным творчеством к его приходу к завтрашнему и решим. Скажите, пожалуйста, вот видите, у него солнышко там над головой, да? И лицо немножко там не видно. Что же там за лицо такое? Глазик-то видно, а лица не видно. А колёса-то какие? Как солнышки там, да? И часы как бы одновременно. Но он же едет, и время-то идёт. Ну, что мы там сделаем? Усилить лицо там более сделать понятным? Или колёса сделать? Как солнце, такие золотистые. Да, но я же шутник, я ещё могу сказать, видишь, Нодар, я тебе не отдаю сразу эту картину, которую мы пишем несколько лет уже получается, когда он был у меня, когда мы говорили, и потом он ушёл, я стал писать эту картину, время от времени выставлял там, как поддержку его веломарафон, да. Ну, чтобы он не забрал у меня, я же в шутку сейчас говорю, чтобы он не забрал, я ему этот ролик покажу и скажу, видишь, мы не доделали ещё. Я шучу. Ну, ёмор же украшает беседу, друзья. А что я хотел сказать? Ближе микрофон поставлю, чтобы чётче было слышно. Это я сейчас вспомнил, что надо приблизить. Какой же мир теперь? Что за переход такой происходит в какую-то неизвестность? Что у всех людей при встрече с этой неизвестностью, суета, смятение, хаос в мысли? А нам надо что-то противопоставить этой неизвестности? Ну, конечно, доброта, конечно, наука человечности. Наука всегда идёт впереди всего. Независимо от религии, независимо от национальности. Вот Нодар грузин, а я из Дагестана, аварий. Независимо от чего, а мы друзья. И вот так же у нас много в школе человек будущего. И русские, и евреи, и итальянцы, и греки, и американцы. Да, много людей там у нас. Мы же все соединяемся, чтобы в конечном счёте на основе метода ключ, снимая у себя шаблоны, эго, выходя на состояние Творца, имея абсолютную уверенность, нисколько не сомневаясь, что мы решим этот вопрос, устроим мозговой штурм и пробьём окно в неизвестность. Создадим новый проект. Новый проект, который поможет человечеству справиться с коронавирусом и так далее. А что же это за неизвестность? Что же это произошло? А я вот думал над этим, и я вам скажу своё мнение. Вы мне можете не соглашаться, можете наоборот аплодировать. Дело в том, что происходит в мире оптимизация. И в человечестве тоже взаимоотношения всё время крутятся между тем, если ты умный, где твои деньги, или ты развиваешься в духовных ценностях, и надо согласовать вот это вот. И у нас историю всё время переписывают заново, потому что мы между двумя этими ментальностями, западной и восточной. И всё время переписываем историю, потому что никак не можем определиться, почему начинаем с демократических преобразований, окончаем централизацией. Но у меня в книге же «Генератор будущего национальной идеи России» издательства «Родер». Откройте и посмотрите там, почему это происходит. И там же есть, как надо пробить это окно в будущее и понять, почему это всё происходит, и что это за будущее сегодня, которое у нас у всех создало суету, смятение, и как привести всё это в порядок. Как из накала стресса, когда мы не знаем, на что опереться. На что опереться? Конечно, на общечеловеческие ценности, на науку человечности, которая раньше в литературе, в искусстве всегда была, но не спасла же ни религия, ни литература у нас от пандемии. Наука, она идёт, она доступна любому, и министру, и таксисту, и штангисту, и математику, и пианисту, и художнику, и велосипедисту. Поэтому нужно науку создавать. Человеческие ценности вообще, это любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, способность сотрудничества, синергетический диалог, где мы все вместе решаем какую-то волнующую всех и каждому задачу. Я постоянно повторяю, в каждом ролике целый ряд этих вот параметров человечности специально, чтобы это прямо забилось в голове, что такое общечеловеческие ценности. Так вот дальше. Что за мир такой наступил, из-за чего происходит переполох? Я вам скажу своё мнение. По моему мнению, происходит оптимизация. Сокращается время между тем, что ты хочешь, и как получить результат. Сокращается время, чтобы человек научился, наконец, иметь своё личное время. Маркс тоже об этом вроде бы писал. Все революции, типа того, происходят потому, чтобы освободить человеку личное время, потому что, когда он с утра до вечера пахал, не было возможности думать о более важных делах. А человек же хомо сапиенс, хомо футурс, у нас уже в школе, человек будущего. Надо понимать, как он устроен. Он устроен о том, что он может в любой момент получить себе личное время, подбирая действия синхронно его текущему состоянию в момент их применения. Да, ну вот. Оптимизация. Что это такое? Раньше были монеты какие? Не монеты, как сейчас. Не цифра раньше была. И почему получилась цифровизация? Раньше камень такой тащили, катили из одного дома в другой дом, валун, оплачивали услуги. Тяжело было это делать. Потом камень уменьшался, уменьшался, стал монеткой. И теперь стал цифрой. Оптимизация в мире происходит. И каждый век, в зависимости от того, какую форму энергии, вот внимательно слушайте, осваивает, от механической энергии до атомной энергии, до ядерной энергии, происходит трансформация в общественном устройстве. индустриализация появляется, индустриализация появляется, еще что-то. И каждый переход характерен тем, что появляются и лишние люди, которые туда не вписываются, и люди, которые сообразят, как вписаться, и те, которые прихлебатели. Ну, короче говоря, мир меняется в зависимости от того, какие формы энергии люди осваивают. А сейчас наступила эра информатизации. Потому что оказалось, что всем управляют те, у кого платформы. У кого платформы. Ну, а кто взял эти платформы? А те, которые по науке быстрее догадались, что именно айтишники будут владеть ситуацией. И те, которые сумели организовать этих айтишников и сделать себе такие сайты, и сделать такие платформы, Цукерберги там и всякие прочие, с банкирами слились, и теперь они нами управляют. То есть мир информационный наступает. И вот я здесь хочу вам сказать, друзья. Мы пробьем эту неизвестность. Мы выйдем на эту для нас новую вибрацию, как говорят эзотерики, чем? Наука человечности. Потому что это наука. У них наука и у нас наука. У них наука, чтобы оптимизировать процесс и управлять нами. А у нас наука, чтобы создать то миротворное единство, сохранить разум на планете, сократить кризисы и войны, потребность в лекарствах, снизить агрессивность, создать миротворность. Вот для чего. И завтра ко мне придет мой друг, который несет мир, доброту несет, добро и стафету добра. Поэтому я согласен, конечно, с Достоевским. Потому что он прав. Красота спасет мир. Но красота не всем доступна в понимании. На вкус и цвет товарищей нету. Поэтому я говорю, доброта спасет мир. Потому что чувство сопереживания, повторяя общечеловеческие ценности, сострадание, как говорит Далай-Лама, он какой молодец. У него был день рождения, мы все его поздравляем. Кто хочет, подключайтесь ко мне, к моим поздравлениям. Его святейшество Далай-Лама, такой миролюбец, миротворец. И мы все должны быть такие. А мой друг Ноябрь, выдающийся ученый, физик, академик, академия технологии, говорит о том, что в атоме атом сам состоит из фотонов. И доказывает эту теорию. Он тоже скоро выйдет к нам на связь, и мы поговорим. Да, Ноябрь, привет тебе. Обнимаю, мой брат. Обнимаю. Он говорит о том, что светлые люди, он же говорит о фотоне, вот на дар берите, светлый человек. Я тоже, как вы видите, светлый человек. И вы, светлые люди, если вы будете больше участвовать в нашей совместном созидании науки человечности. Итак, мы, наш урок сейчас совместный, коллективного творчества. Поэтому, пожалуйста, пишите комменты, добавляйте советы. Ну, что, солнышком сделать колеса такие же золотистые? Или оставить, как часы, чтобы белее были? Или там, как, литчик или сделать? Да. А шутки ради, я на дару, конечно, это расскажу и покажу, чтобы он не забрал эту картину, потому что мы еще не доделали. Потому что добро еще не победило в мире. Пусть несет эту доброту, добро в мире. Пусть несет. Ну, конечно, мы закончим. Вы дадите нам советы, мы закончим, и я ее подарю, и она будет у него висеть, как флаг, в самом почетном месте у моего друга. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok